Почти в два с половиной раза с начала года увеличились пенсионные накопления казахстанцев под управлением частных брокеров. Общая сумма достигла около 60 миллиардов тенге, сообщает Рэнкинг Кейзет. С подробностями к эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Анель Едельхазен. Анель, доброе утро. Расскажи, насколько выгодно вкладывать в частные компании? Что это вообще и какие риски могут возникнуть? Доброе утро, Тимур. По словам экспертов, хоть и показатели доходности сейчас демонстрируют рост, говорить, насколько это выгодно, пока еще рано. Право перечислить до 50% от своих пенсионных накоплений в частное управление у казахстанцев появилось только в середине прошлого года. За это время было направлено больше 50 тысяч заявок. Подробности в обзоре. Ждем. Управлением активами в стране на сегодня занимаются пять частных компаний. Лидером подоходности стал Джусан Инвест. Почти 13% с начала года. Доверительным управлением компанией находятся пенсионные активы на общую сумму около 10 миллиардов тенге. На втором месте центра секьюрити с порядка 12,5%. Там сумма составила больше 1,5 миллиарда тенге. Замыкает топ-3 под доходности Hulk Finance, Hulk Global Markets и BCC Invest. Уровень доходности определяется стратегией каждой компании. Пенсионные накопления переводятся в течение 30 календарных дней с момента поступления заявления. После перевода частные компании должны обеспечить гарантию минимального уровня доходности. При этом они вправе взимать комиссию, не превышающую 7,5% от дохода. Вернуть активы под управление Нацбанка вкладчик может лишь за 10 дней до достижения пенсионного возраста. Показатель рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление действующим на рынке. Минимальная и средневзвешенная доходность по пенсионным активам ежемесячно рассчитывается и публикуется на официальном сайте Национального банка Республики Казахстан. В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной управляющей инвестиционным портфелем и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счет собственных средств. Всего в частной компании казахстанцы подали больше 50 тысяч заявок, при этом отказ получили порядка 7 тысяч человек. По словам экспертов, выбирать компанию необходимо изучить все показатели доходности, при этом они отмечают, что риски потерь вкладчиков минимальны. Они у управляющих и в том числе у Национального банка и так минимизированы. Самый большой риск, ну есть рыночный риск, это падение цены, то есть вы какие-то бумаги купили, а они упали в цене, и у вас идет бумажный убыток. То есть опять же, если вы не продали эти бумаги, убыток пока нереализованным считается, то есть это бумажный убыток называется. То есть он фактически есть, но пока вы не осуществили обратную сделку, то есть пока не продали, никакого убытка фактически нет. Это значит, что в принципе, если эти бумаги в дальнейшем отрастут, то есть шанс, что в принципе вы сможете нивелировать этот бумажный убыток и сделать так, как будто его не было.